Михаил Илларионович Кутузов Казалось бы, незыблемая фигура. Потомок боярского рода, русский полководец, фельдмаршал, покрывший себя, как считается, славой множества побед, начиная изучать его биографию, думалось, может быть, хотя бы этот уважаемый человек окажется нормальным героем России. Но нет. Это уже даже не смешно. Кутузов, которого называют великим военным и государственным деятелем Российской империи, на деле был абсолютно неумелым полководцем, да еще и лицемерным карьеристом, а также коррупционером, проходимцем, человеком, замаравшим себя безвинной кровью единоверцев и, наконец, беспутником и греховодником. А теперь обо всем по порядку. Сразу скажу, что каждая фраза, произнесенная далее, будет подтверждена источником, список которых с указанием страниц ищите в описании к ролику. Итак, до войны 1805 года, закончившийся разгромом русских под Аустралицем, Кутузов главного начальства не осуществлял, а лишь был исполнительным офицером под началом Суворова и Румянцева. Его главным талантом оказался дар царедворца, который в 18 веке мог выгодно заменить все прочие способности. Начал Кутузов с того, что подольстился ко всесильному фавориту Екатерины – молодому Платону Зубову. Русский боевой офицер, православный и аристократ регулярно приходил утром к Зубову, чтобы по специфическому турецкому рецепту варить для него кофе. Затем он выжидал в приемной и вносил напиток в опочивальню, зачастую не стесняясь пересудов присутствующих. Пушкин в заметках по русской истории 18 века называл кофейник Кутузова «самым отвратительным символом придворного унижения». Зато в итоге сих мучений в середине 1790-х Кутузова делают главнокомандующим всеми сухопутными войсками, флотом и крепостями в Финляндии, а также директором сухопутного шляхетского кадетского корпуса. К слову сказать, безопасная и прибыльная должность. Однако кадеты его недолюбливали. Провожая карету Кутузова, юноши кричали «Кофейник! Подлец! Хвост Зубова!» Тем не менее, Кутузов успел выгодно для себя продать часть казенной земли, принадлежащей корпусу. Он был до того беспринципен, что умудрился пользоваться расположением враждующих между собой Екатерины II и Павла I. Императрица почти ежедневно приглашала его в свое общество в качестве придворного льстеца. Феноменальный и показательный факт. Кутузов ужинал с обоими монархами в последний вечер перед их кончинами. Только виртуозный льстец и лицемер мог быть так обласкан обоюдными врагами и антиподами. А теперь перенесемся в 1812 год, когда французы перешли Неман, а русская армия стала быстро и несколько хаотично отступать. Заваривший всю эту кашу царь, который еще в 1805-м пошел агрессией на Францию, православный император Александр I армию кинул и укрылся в Петербурге. Огромное число помещиков теряли свои имения. Крестьяне также все теряли, но это для царя не имело никакого значения. Отвечая на придворный ропот, Александр был вынужден пойти на хитрый ход. Все шишки доставались ему самому и немцу шотландского происхождения Барклаю. Поэтому дальнейшим начальником отступления до зимы назначается маститый крепостник, владелец более 6 тысяч рабов, Михаил Илларионович Кутузов. То есть пусть, мол, не немца и не царя, а своего русского критикуют. Маленькое отступление. Согласно современным юридическим правилам, закон не имеет обратной силы. А иначе Кутузова можно было бы привлечь к суду по статье 134 УК РФ. А все потому, что весной 1811 он вместо активной деятельности на Турецком фронте развлекался особым образом. Это прекрасно описал граф Александр Федорович Лонжерон. Первым делом Кутузова по приезде в Бухарест было отыскать себе владычицу. Сделать это было совсем нетрудно, но его выбор поразил нас. Он пал на несовершеннолетнюю, племянницу Варлама и бывшую уже замужем за одним молодым боярином Гунианом. Она очень понравилась Кутузову. Когда 64-летний старик не может существовать без того, чтобы иметь при себе трех-четырех женщин, это достойно или отвращения, или сожаления. Таковы были нравы православного аристократа, прах которого покоится в Казанском соборе. Это я еще не ввожу в оборот сведения, сообщенные известным турецким историком Ахмедом Алтынаем. Среди прочего он рассказывает о посещении Кутузовым специального гарема. Настолько специального, что, если продолжить этот рассказ, данное видео удалят с Ютуба. Впрочем, материалы без цензуры вы всегда сможете найти на нашем Патреоне. Ссылка в подсказках, описании и первом комментарии. Но вернемся в 1812-й. Новоявленный главнокомандующий проигрывает генеральное сражение под Бородино, оставляет Первопрестольную и отступает до Тарутина. Генерал-губернатор Москвы Ростопчин «высоконравственно», в кавычках, конечно же, сжигает город вместе с его многовековым художественным и материальным наследием. В Москве сгорают заживо несколько тысяч русских раненых солдат, ибо дворян, значительную часть офицеров, помещик Кутузов приказал вывести, а чернь оставил на погибель. Эти преступления против человечества навечно останутся на совести Ростопчина и Кутузова. Французы спокойно живут в Москве 36 дней, а получая неэшелон с едой, так жили бы и до Горбачевской перестройки. Но затем снова начинается преследование русской армии, бой под Малоярославцем. Подкрепившие свои силы и отдохнувшие в лагере русские войска сражения проигрывают, и Кутузов приказывает отступить. Наполеон понимает, что Кутузов может с тем же уровнем военного таланта отступать и до Камчатки, что надвигается мороз, что страна к жизни не приспособлена, и решает отходить в ту сторону, где есть еда, то есть на запад. Замечу, что Кутузов вывел из Тарутина 130 тысяч солдат, а в Вильно привел 27 тысяч. Это при 90% не боевых потерь. Дело в том, что Светлейший все больше интриговал, писал кляузы и спал. А вот о провианте и зимней одежде для армии не позаботился. Характеризуя преступную бездеятельность главнокомандующего в период после оставления Москвы и во время сидения в Тарутинском лагере, 20 сентября Ростопчин писал Александру Первому. Князя Кутузова больше нет. Никто его не видит. Он все лежит и много спит. Солдат презирает его и ненавидит его. Он ни на что не решается. Молоденькая девочка, одетая казаком, много занимает его. Далее Кутузов не переходит в наступление, а идет параллельным маршем, даже не пытаясь серьезно тревожить спокойно уходящую армию Наполеона. На Березине, где у нормальных западных генералов случилось бы пленение армии Наполеона, Бонапарт блистательными маневрами, обманывает Чичагова, отбрасывает корпус Витгенштейна, успешно наводит мосты и удачно переправляется. В этом Наполеону помог не только собственный талант, но и светлейший Кутузов, испытывающий психологический страх перед Наполеоном. И неспроста. В двух генеральных сражениях при Аустерлице и Бородино Кутузов уступил победу императору Франции. Кстати, в Тарутинском лагере Кутузов занимался не подготовкой к наступлению, а рассылкой карательных отрядов. В 1812 году крестьянская война против крепостного права и царского режима охватила подавляющую часть империи – 32 губернии. Самым жестоким подавлением прославилось вооруженное восстание ратников пензенского ополчения. 7 тысяч ополченцев захватили город Инсар, посадили в тюрьму офицеров, горожане поддержали крестьян, Кутузов направил против повстанцев войска. После кровопролитных столкновений бунт был подавлен. Плененных ратников казнили с особенной чрезвычайной жестокостью. Так расправлялись одни православные люди с другими. О какой отечественной войне против французов может идти речь? Скорее, это была гражданская война в России на фоне локальной русской кампании Наполеона, где Кутузов исполнял роль карателя, так привычную большинству героев России всех времен. Ну и что скажут записные патриоты? Все равно русские выиграли. Нет, не выиграли. Миллионы простых россиян остались еще на долгие годы, если не до сих пор под жестоким помещичьим гнетом. А ведь Наполеон мог легко обратить бунты Черни в свою пользу, чтобы добить российское самодержавие. Но, вероятно, пожалел Александра Первого. Чтобы понять, почему он это сделал, нужно, видимо, быть дворянином и жить в 19 веке. Добавлю, что, вопреки распространенному мнению, Кутузов не был одноглазым. На всех прижизненных изображениях, претендующих на портретное сходство, Михаил Кутузов с обоими глазами. Правда, на некоторых заметно, что правый глаз сильно косит, но нигде нет никаких повязок. Причина такого дефекта внешности в ранении в голову, после которого Кутузов не только выжил, но и даже сохранил зрение. В свете всего перечисленного, это, пожалуй, единственная деталь биографии фельдмаршала, заслуживающая внимания, да и то в ряду курьезов. Дело в том, что ранений в голову было три, два из которых серьезно повредили мозг Кутузова, в результате чего полководец очевидно и сжег Москву. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, а также поддерживайте автора на патреон, где можно смотреть дополнительный контент, а также ролики до официальных премьер. Для тех, кто любит читать, текст ролика будет доступен на сайте. Всем добра и здоровья! Редактор субтитров